однажды парень попал в том мир в тот мир ему проводят показывать ад мимо проводят говорят и он слышит что там люди шумят там о и там крики он где-то он говорит это ад потом отвезут его показывать рай там все тихо все ходит как-то скучно все молча а где-то это когда край потом говорит а ему спрашивают а где ты хочешь быть он говорит я хочу быть вон там где было весело его отвезли в ад когда вы бросили туда и начали гореть и так далее он говорит послушайте я думал тут от радости все кричат ему горы это была реклама ваша реклама должно соответствовать ту ценность которую вы даете людям если ваша реклама обманывает вы один раз можете обмануть человека но него у вас не получится постоянно так делать согласны поэтому вы можете меня один раз хитрить или один раз нам использовать мою нехватка знаний или мою нехватка опыта в этой сфере и так далее но я повторно у вас не буду купить я не приду к вам больше я приду к вам только тогда когда максимально получаю действительно результат поднимет руки кто из вас у нас повторно повторно приходит на наши тренингах поднимет руки пожалуйста высший вещи понемте повторно повторно вы еще вещи огляните вокруг пожалуйста держите руку держит руку высший вещи поднимите это о чем-то говорить ни один из этих людей не пришел бы повторно если них получили бы результат согласны никогда вы не можете человека хитрить это невозможно знаете что является показателем что вы правильно идете что является показателем ваше развитие что является показателем стабильности вашего бизнеса если больше 67 процент люди повторно придут к вам напишите этого когда меня бизнес предлагает купить или что-то я первый на чего смотрю на это я говорю подожди дай мне база клиентов я хочу видеть постоянные потребители если поставить потребителем я не вижу я груз извини я не буду работать с тобой потому что ты не профессионал ты неправильно работаешь и ты просто хитрить людей кто понял любой человек когда приходит ко мне говорит наставник я хочу мне спонсировали или ведь будет вы инвестировала меня и так далее гору принесли мне база первое на что я смотрю у меня 100 определенной формуле которая сам разработали их несколько я своих индивидуальщиков обычно обучая постанете вещь но одно из показатель это сами первый показатель развитие бизнеса это повторный покупатель это главный показатель нету повторного покупателя это бизнес все равно умрет потому что когда люди повторно приходит купить ваши продукты или ваш услуг если они что он с гордостью говорил я хожу тот ресторан с гордостью я ношу эту одежду с гордость как знаешь я хожу вот я использую тот фитнес и так далее так далее понимаете 3 вещь идея соответствующая своему уровню доходу дорогие мои внимание обратим мой совет к вам я несколько раз допустил такую ошибку я брался за идеи которые знаете я не мог осилить они оказались чуть больше это похоже как его читать пример привел например вы спокойно можете поднимать 20 килограмм если вам дадут сразу 100 килограмм вы навредите здоровье но если вы будете через год поднимать 100 килограмм его поднимите потому что вы на тренировали себя ваш организм уже готов к этому нагрузку здесь тоже сами не берите пожалуйста за те идеи которые вы не можете пока осилит не надо это делать дай мне следующее вот смотрите пожалуйста у меня к вам такой вопрос послушайте если вы охотитесь за кролика вы можете потратить на это один возможно час или один день но кролик кормит вас один день и 1 раз покушали нету завтра надо кушать если вы охотитесь оленя на это вы потратите возможно неделю потому что он ходит там где то вон там и его надо находить его надо искать его надо следить но кормит вас месяц возможно дожить несколько месяцев но если вы охотитесь за слона возможно вы потратите пока поедет африку или где-нибудь найдете его это возможно месяц вообще возможно два месяца знаю но он кормит вас 5 лет теперь я буду говорить и по очереди поднимите руку хорошо кто пойдет охотиться на кролика спасибо кто пойдет охотиться на оленя кто пойдет охотиться за слона кто пошел заслана умрет от голода и у вас будут постоянно недофонансирование постоянно проблема долги кредиты кто понял я только что привел пример о том что не берите за идея который что не осилите не надо это делать очень важно правильно подойти к этим вещам я рекомендую вам всегда возьмите с 1 зависим от вашего дохода начни с кролика каждый день и зато голова не болит кто понял когда у тебя каждый день есть доход у тебя настроение классные у тебя уверенность лучше ты постоянно не будешь искать деньги пока не построишь денежный поток ничего не берись за что-то другое хорошо мне поняли если вы возьмете за чего-то большое за чего-то там то что капитализация надо и большие вложения надо и так далее вы будете постоянно ходить без денег вы загонять себе куча кредитов куча долгах дела не идет настроение нету постоянно оттуда заниматься отсюда за ним кредиты брат а потом если вдруг это проект не работает о ты себе такие проблемы наращиваешь зачем зачем себе загонять проблема потом заниматься не бизнесом а решение только проблем люди которые не построят денежный поток идут на производство идут на большие проектах они сами себе создадут проблем а потом жизнь тратит на решение проблем они не бизнесом заниматься они постоянно потом заниматься чем как избавиться из этой проблем который сами созданы кто из вас знать таких людей поэтому когда выбираете идею пожалуйста очень хорошо обдумайте